Привет, меня зовут Марченко Юрий, я трейдер, управляющий активами, веду финансовый блок, ряд ресурсов на эту тему. И сегодня в рамках открытого микрофона с брокером Amarkets мы с вами посмотрим на несколько интересных для потенциального заработка инструментов, на мой взгляд. Речь идет не только о валютах, но и о интересных индексах, в общем, торговые идеи с горизонтом на неделю. Конечно же, это пилотная серия, поэтому любые комментарии, возражения, дополнения, либо просто отзывы пишите, описывайте. Опять же таки в комментариях все будет прочтено, учтено, сделаны выводы, что-то добавлено, что-то подтерто и так далее. Для тех, кто со мной не знаком, сообщу, что я смотрю не только техническую картину рынка, но и внимательно анализирую новостной фонд, фундаментальный фонд, фундаментальные факторы, которые так либо иначе определяют стоимость актива. И на основании всего этого выстраиваем некоторые торговые идеи, которые пробуем реализовывать вместе. Поэтому мои идеи больше носят, наверное, среднесрочный характер, но и, так сказать, интродэйщик однозначно для себя найдет. Некоторые, на мой взгляд, некоторую подсказку однозначно найдет. Я буду использовать в своих обзорах не просто терминал MetaTrader 4, использовать буду другую платформу, но лишь только с той необходимостью, чтобы цифры, торговые идеи и, возможно, некоторые аналитические моменты были более видны вам, чтобы и более наглядно вы тоже приняли ту информацию, которую я попробую донести. Ну, давайте начнем как раз-таки с европейской валюты, самая основная. И на ней, да, есть действительно очень крутые торговые идеи и связаны они как бы с разворотом. Мы сами знаем, что европейская валюта, в принципе, находится достаточно длительное время уже в нисходящей тенденции. Многие говорят о запуске печатного станка в Европейском Центральном Банке, о том, что у них отрицательные, сильно отрицательные процентные ставки. Но вот за последнюю неделю и даже, так сказать, за второй половине сентября есть некоторые вещи, на которые стоит обращать внимание. И первый из них это баланс Федеральной резервной системы. Ну, для тех, кто не знает, что это такое. Другими словами, это количество денег, находящихся на балансе ФРС. И мы сами видим, что на протяжении сентября это количество денег увеличилось. Увеличилось порядка на 96 миллиардов долларов США. Много это или мало? Ну, в принципе, бывало и побольше. Если мы с вами посмотрим весь источник, то мы сами увидим, как внимательно в 2008 году проводилась программа количественного смягчения. Она же программа QE номер один. Потом, ближе к 2011 году уже была внедрена программа QE номер два. И вот в 2014, с 2012 по 2014 год была программа QE номер три. Все эти программы были нацелены на увеличение баланса. Что это такое? Другими словами, деньги печатались. А если печатаются деньги, то фактически они как бы обесцениваются фундаментально. С начала 2017 года, с начала даже 2018 года, федеральная зерная система США проводила политику ужесточения. То есть, изымало эти деньги из системы. Ну и, в общем-таки, мы с вами столкнулись с таким кризисом ликвидности. И по итогу, за последний месяц, за сентябрь я уже буду говорить, 96 миллиардов долларов США появилось новых в системе. Много это или мало, опять же, зададимся вопросом. Ну, давайте вспомним, Европейский Центральный Банк анонсировал начало печатного станка с 1 ноября в объеме 20 миллиардов евро. Так вот, ЕЦБ планирует печатать только 20 миллиардов евро, а ФРС уже напечатал 96. Практически в пять раз больше. Поэтому, скорее всего, ну, во всяком случае, мы будем работать с тем, что вот это вот ослабление европейской валюты по отношению к доллару США, она у нас уже угасает. И, так сказать, паритет, о котором грезят некоторые, наверное, уже становится очень-очень туманным. Помимо просто, так сказать, фундаментала, да, я еще обращаю внимание на то, как торгуются фьючерсы на крупнейшей валютной бирже. На крупнейшей бирже в СИМИ, где торгуются валютные фьючерсы. И мы с вами смотрим фьючерс на евро-доллар, который справедливости ради тоже двигается вниз. Но если из всего того объема, который был на торговом, я бы обратил ваше внимание на то, что все объемы на торговом, например, вот в этом диапазоне, в этом балансе. И обращаю ваше внимание, что за последние несколько дней евро вывалилось за свой, ну, так более-менее исторический минимум. И вполне возможно, что здесь может организоваться что-то типа ложного пробоя. Поэтому, подводя под все это дело черту, я думаю, что ослабление европейской валюты уже, так сказать, миновало в основном. И любое снижение не воспринимается мной всерьез, а как возможный ложный пробой. А вот если что-то изменится, да, и 1.09.70 мы все-таки пройдем, тогда я думаю, что мы вернемся к идее боковика, который может реализовываться на протяжении всей текущей недели. Ну, а в перспективе пробой 1.11.10, то есть пробой того самого большого максимального объема на фьючерсе, будет говорить о том, что инициатива вверх уже понятна. И возможно, мы с вами становимся свидетелями восходящей тенденции вверх. Другими словами, смотрите внимательно. Европейский центральный банк уже вытащил все козыри из своих рукавов. Он понизил процентную ставку и без того отрицательную по депозитам анонсировал запуск печатного станка. ФРС, да, понижает процентную ставку, но об объявлении программы КУЕ еще не начинал. Просто печатает деньги для того, чтобы была ликвидность. У ФРС еще много козырей относительно европейского центрального банка, поэтому если они начнут их выкидывать, то евро-доллар в принципе фундаментально подтянется вверх. Также хочу сегодня обратить ваше внимание на австралийский доллар-доллар. Не такая уж и популярная валюта на самом деле, но тем не менее на этой неделе мы с вами увидим решение по процентной ставке. И по некоторым экономическим календарям мы уже с вами видим прогнозы в снижении процентной ставки на 25 балансовых пунктов с 1% до 0,75. Много это или мало, но австралийский резервный банк Австралии уже об этом на самом деле объявлял. Объявлял, он уже говорил, что это произойдет, он уже действовал на понижение. Вот вопрос, насколько все-таки этот факт сидит в цене и как реагирует валюта в момент, когда действительно будет опубликована процентная ставка. Здесь мы с вами обратимся к доходностям долговых бумаг, к бандам, либо УФЗ, кому как удобнее, на Австралии. И здесь график из десятилетних долговых бумаг, они отмечены синим и двухлетним долговым бумагом, они отмечены здесь красными. И обращаю ваш внимание, что двухлетние долговые бумаги уже имеют доходность 0,74, в то время как десятилетки 0,97. О чем это говорит? Это говорит о том, что процентная ставка, которая будет объявлена во вторник и которая по прогнозам стоит 0,75, практически уже учтена в цене. И вопреки всем фундаментальным постулатам, снижение процентной ставки не приведет к падению австралийского доллара. Во всяком случае, я не ожидаю, что мы увидим с вами обновление минимума и 0,66, 99 оно таки не произойдет. Очень многое будет зависеть от того, какие будут комментарии после понижения процентной ставки. Я не думаю, что они будут чересчур мягкие, потому что споры между США и Китаем плюс-минус уходят уже вне бытия. Поэтому, что бы ни случилось и как бы снижение инструмента не произошло вниз, я не жду, что мы увидим с вами серьезные снижения. И в принципе на падение, думаю, можно пробовать как-то там откупать. А вот если цена пробьет 68,10 на риторике регулятора и так далее, то мы с вами можем стать свидетелями восходящей тенденции. Потому что, опять же, если обратиться к всему фичерному контракту, который относительно свежий, то мы с вами можем увидеть, что то, что у нас большие объемы, да, все еще находятся здесь наверху. Но и наторгованная часть, так сказать, внизу тоже большая. Поэтому любой пробой здесь может окончиться развитием достаточно неплохой восходящей тенденции. Поэтому, как идея о серьезном снижении не ждем. Возможно, понижение процентной ставки приведет к падению курса. Но всерьез пока это, наверное, воспринимать не следует. Золото склонно к снижению. Хотя под вопросом мы с вами можем говорить о том, насколько это все будет серьезным. Дело в том, что по фичерному контракту у нас вот все, что наторговано здесь, оно является большим объемом. Поэтому движение в любую сторону может организоваться, ну не знаю, как основное движение, которое будет. Давайте посмотрим на фичерсы, на то, как они расторговываются. Здесь фичерный контракт не такой уж и молодой. Поэтому здесь наторговано очень много интересного, нужного и ненужного. Ну вот, давайте глянем на объемы. Они все сосредоточены вот здесь. То есть у нас есть достаточно четкое сопротивление, которое будет работать как сопротивление. У нас есть с вами достаточно четкая поддержка, как работает, как поддержка. Я обращаю ваше внимание на то, что в момент последнего снижения очень много объемов наторгованного здесь. То есть имеется в виду, что действительно здесь и, скажем так, все, что имеется в диапазоне, который реализовывался 26-27 числа, здесь достаточно большая сила, здесь вполне возможно есть череда, открытый интерес, поэтому сопротивление здесь может быть. Итого, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем фактически своего рода флэт с нижней границей 1480. И появление цены ниже, чем 1480, конечно, при условии, что там не будет признаков ложного пробоя. Я думаю, что мы с вами должны двинуться туда вниз, в сторону 1465 и 1440. Но особое внимание обращу ваше на фундаментальный фон. Золото, в принципе, является активным убежищем, поэтому, когда возникает некоторая угроза для инвестиций, то мы можем с вами наблюдать рост данного актива. Ну, во всяком случае, тогда, когда были прения с Китаем очень серьезные, подрастало у нас и золото. Равне со всеми остальными активными убежищами, которыми относятся и франк, и японская иена, и некоторые долговые бумаги. Другими словами, банды. Сейчас, вроде бы, плюс-минус все поутихло, но с 10 октября начинаются переговоры между США и Китаем. И, честно говоря, я не думаю, что там будет определенная договоренность. Я считаю, что там тоже будет определенный негатив, который приведет к снижению, например, S&P 500. Ну, во всяком случае, может привести к снижению S&P 500 или к росту золотого актива. Но это будет 10 октября. До 10 октября вполне возможно, что все может быть тихо, спокойный. И, может быть, мы даже покажем какую-нибудь отрицательную динамику. То есть, после пробоя 1480, я думаю, действительно, можно рассматривать там снижение вот к этим уровням. Но и в то же самое время не стоит забывать о 1513, в том самом большом объеме, о котором я говорил. Любое появление цены здесь возвращает нас в сценарий к боковику. Обновление максимумов, наверное, ждать не придется, конечно, если США не попрет нагло против Китая. Но с 1 по 7 октября Китай вовсе на выходных, поэтому там может быть все обойтись относительно спокойно. В нефтяных котировках Саудская Аравия читалась, что, в принципе, у них все достаточно спокойно. Перемириен даже там с Еменом у них есть. То есть, те объемы, которые выпали из рынка из-за атак дронами, они фактически, ну, все, они поугасли, объемы не восстановились. Обращаю ваше внимание, что на информацию о том, что объемы восстановлены, нефть не стала укрепляться. И мы с вами, ну да, она укреплялась до этого. То есть, она закладывала в цену то, что все нормально, все спокойно. Еще в тот момент, когда объемы не были восстановлены. Сам факт восстановления объемов никак не привел к снижению данного актива. И, честно говоря, это уже намекает на то, что, возможно, снижения таки и не будет. Обращаю ваше внимание на вот такую вот очень интересную шпильку, которая организовалась в пятницу. Как раз таки на событиях о том, что есть некоторое перемирие в Емени. И это действительно очень похоже на ложный пробой. Обратимся опять же к фьючерсам и посмотрим, как же расторговываются объемы. Кстати говоря, здесь тоже относительно новый фьючерсный контракт, поэтому здесь достаточно просто все это дело смотрится. И мы обнаружим, что у нас все то, что происходило здесь, оно в принципе является достаточно объемным и большим. Вполне возможно, что здесь заряжается какая-то энергия, которая в дальнейшем как-то там стрельнет. Правда, не стоит исключать из графика и вот этот объем, который в принципе тоже очень большой, он является максимальным. Поэтому пока мы его не пройдем, говорить о каком-то уверенном аптренде не приходится. Но как идея, наверное, можно предположить, что особого снижения данный инструмент не претерпит. Во всяком случае, позитивные новости про одобычу у нас ничего нет. В принципе, для всех стран экспортеров, будь то та же Саудская Аравия и особенно США, им всем выгодно, чтобы нефть была дорогая. Поэтому особо ронять ее никто не будет. И вот тут на горизонте заседания ОПЕК, я думаю, что тоже там особого негатива для нефтяных котировок не будет. Итого, учитывая, что у нас есть признаки ложного пробоя, учитывая то, что за последние три дня мы здесь накопили достаточно большой объем, мы отсюда можем получить достаточно уверенную реакцию вверх, пробой 57.15 и с откатом можно будет работать, работать в сторону 58.45 и может быть даже 61.60. Но этот сценарий, конечно, уже такой плюс-минус позиционный. Можем ли мы провалиться под 54.85? Да, безусловно, да, на рынке все возможно, тем более на таком сильно информационном рынке все возможно. Но если это произойдет, тогда мы как бы идеи с покупками не откладываем, мы просто просматриваем, а на чем это все произошло и будут ли обратно выкупать это падение или нет. Другими словами, о серьезном улучшении, так сказать, ситуации, о серьезном снижении нефтяных котировок мы с вами не говорим. Давайте еще посмотрим S&P 500. Здесь стоит начать с того, что сегодня 30 сентября последний день финансового года в США. То есть, в принципе, можно говорить о том, что все. Сегодня последний день для того, чтобы некоторые компании, для того, чтобы некоторые фонды показали хороший результат по итогам 2019 года. И напомню вам, что в 2018 году падение S&P 500 началось вот именно плюс-минус с этого периода. С того периода, когда вышли на экспирацию фичишные контракты, когда закончился сентябрь, экспирация уже прошла, сегодня заканчивается сентябрь. Вполне возможно, что мы с вами увидим некоторые снижения. Обращаю уж внимание, что весь тот позитив, который присутствовал на фоне США, Китая, переговоры, что там китайцы больше закупают товары и так далее, и так далее. Он не находил отражения на индексе S&P 500. То есть, позитива на позитив индекс не реагирует никак. Более того, за сентябрь, напомню, ФРС напечатала 96 миллиардов долларов США. Любое смягчение монетарной политики, к коим относится снижение процентных ставок и печатание денег, должно приводить к росту фондового рынка. Однако, этого не происходит. Ни первое, ни второе не дало реакцию. Поэтому, я склонен к тому, что мы с вами увидим некоторое снижение по S&P 500. И если мы с вами посмотрим даже на фьючерсные контракты, то обнаружим, что у нас на самом-то деле присутствует объемы. Объемы, которые находятся сейчас на максимумах и 3025. Если мы с вами говорим про фьючерс и 3000, это достаточно неплохое сопротивление, которое может сделать свое дело и с отбоя двинуться туда, в сторону 2940, 2910, 2875. Такие цели по снижению, в принципе, можно ждать. Почему нет? Они были. Более того, они в прошлом году были еще значительно серьезнее. Но, опять же таки, давайте сделаем небольшую ремарку. Ремарку относительно того, что о каком-то, наверное, серьезном падении пока говорить не приходится. Но, тем не менее, снижение может быть. И вторая ремарка – это то, что и обновление максимумов, на самом деле, тоже вполне возможно. Правда, я не думаю, что это будет всерьез и надолго. Ну, и есть, конечно же, некоторые опасения. Не все однозначно любят, так сказать, играть в Армагеддон. Не все любят продавать фондовые индексы. Считается эта стратегия, в принципе, достаточно рисковой. Тем более, в S&P 500, потому что мы сами видим, можем наблюдать, что на самом деле S&P 500 растет, практически всегда растет. Любой год не возьми, он всю дорогу растет. Единственным исключением стал, наверное, 2018 год, когда под конец 2018 года, как раз-таки начиная с сентября месяца, мы сами увидели достаточно большое падение. Значит, какие здесь идеи? Если шортить, если продавать S&P 500 страшно, ну, давайте рассмотрим возможность покупать индекс страха или, по-другому говоря, индекс волатильности. ВИКС очень неплохой инструмент, коррелирует очень соответствующим образом. Его отличительная особенность заключается в том, что он не падает до нуля, он не может набирать отрицательные значения. Сейчас на уровне 17.2, да, минимум, который был, ну, во всяком случае, в 2019 году, это 12. То есть, любое снижение, да, любое, так сказать, спокойствие на рынке, дает возможность скупить этот индекс, на самом деле, по более выгодным ценам. Ну, а любое падение S&P 500 приводит к взлету волатильности. В целом, это можно увидеть, ну, если просто наложить график S&P 500 на индекс ВИКС. И тогда мы сами увидим, что чем быстрее падает S&P 500, тем сильнее растет ВИКС. Ну, вот давайте мы сделаем с вами вот так вот. Это у нас будет красненькое, это у нас будет S&P 500, ну, и сам ВИКС будет у нас, например, синенький. Вот оно, падение в августе незначительное. Ну, как незначительное, конечно, значительное падение. С 3000 до 2800, падение S&P 500 на, сейчас не скажу, сколько, в процентах привело к росту с 12 до 24. Привело к росту в 200% ВИКС. Ну, конечно, это как альтернатива, да, потому что все-таки покупать обычно с точки зрения инвестиций вроде бы легче, чем продавать. Особенно фон ВИКС, но как альтернатива, а почему бы, собственно говоря, и нет. В принципе, на этом всем, да, на этом все. Немного идей, конечно, будет что-то добавляться, будет что-то выделяться и все с вашей подачей. Поэтому, как говорил раньше, в комментариях пишите мнение, пишите вопросы, пишите пожелания. Все это будет учтено. Развиваться и получать, ну, я думаю, развитие свое мы в этом плане получим. Все, всем хорошей недели. Давайте до фидбэка. Продолжение следует...